Волга Волга Матушка О, светло-светлая И красноукрашенная земля русская Многими красотами дивишь ты Озерами многими Дивишь ты реками и источниками местночтимыми Горами крутыми, холмами высокими Дубравами частыми, полями дивными Зверьми различными, птицами бесчисленными Городами великими, селами дивными Боярами честными, вельможами многими Всего ты исполнена, земля русская О, правоверная вера христианская О, правоверная вера христианская А еще говорят, что нет пророков в своем отечестве Разве не пророческое название дал неизвестный поэт 13 века своему сочинению Слово о погибели земли русской А теперь послушаем, что говорят уже известные писатели века 20 Сегодня не надо гадать, чей стон раздается над великой русской рекой То есть то стонет сама Волга, изрытая вдоль и поперек, больная С рассольной водой, перетянутая плотинами гидростанции Распухшая от водохранилищ с убывающим год от года знаменитым рыбным богатством Глядя на Волгу, особенно хорошо понимаешь цену нашей цивилизации Тех благ, которыми человека заманили, как неразумное дитя Заменив ему радость бытия, радостью эгоистических побед и достижений Кажется, побеждено все, что можно было, даже душа, даже будущее Много песен про Волгу, про леса Но еще не сложили покой Чтобы солнцем советским согрета Зазвенело над лугой рекой Красавица морозная На хмуре полноходная Как родина свободная Широка, тупака, сильна Грянем песню и звонка и смела Чтоб в ней наша сила шла Чтоб до самого солнца летела Чтоб до самого сердца дошла Красавица народная Многие, конечно, знают о тех грандиозных проектах, которые осуществились и собираются осуществиться на Волге Но еще раз напомнить об этом не бесполезно И мы пришли в недавно созданный общественный комитет спасения в Волге, который находится при редакции газеты «Советская Россия» Чтобы поведать вам о сегодняшнем состоянии Великой Русской реки И поговорить прежде всего о нравственных проблемах, которые стоят за экологическими, экономическими и другими Раньше, когда-то мы в школе, да и сейчас, по-моему, все еще дети учатся по этим книгам, по учебникам Эти крылатые фразы, что Москва – порт Пяти морей Волга впадает в Каспийское море Вот сейчас только они начинают немного переосмысливаться Хорошо ли это быть портом Пяти морей Чему это грозит и Москве, и той же Волге И что впадает сейчас в Каспийское море, тоже проблематично Что остается от Волги Вот ваш комитет, недавно созданный по спасению Волги Этими проблемами занимается, да? Да, впрямую занимается Надо спасти Волжский регион, значит, спасти Россию Потому что здесь сосредоточены основные природные ресурсы И самое главное, основные культурные Все основное культурное наследие Все культурные ценности, наработанные нашим народом за тысячелетия Вот, ну, достаточно сказать, что, значит, вот, скажем, такой пример 110 тысяч усадьб было в начале 20-х годов Вариантские усадьбы 18-18-19 веков Из них 80 тысяч было сосредоточено в бассейне Волги Сейчас они все разгромлены Ну, за редким исключением, может быть, десяток, 20 усадьб мы найдем Которые более-менее находятся, значит, в основном архитектурные сооружения Все остальные усадьбы разгромлены Все заброшено А дворянские усадьбы, это культурные центры? Это культурные центры, это библиотеки, это архитектурные Замечательные строения, это пейзажные парки, это регулярные парки Это прекрасное экологическое хозяйство, сельское хозяйство в основном Вот, Болотовская усадьба 200 лет стояла разоренная Нет, ну, в основном мы ее разорили в последние десятилетия, значит, вот только сейчас начали восстанавливать А таких усадьб, вот, 80 тысяч Из монастырей, 1246 монастырей России, 700 находятся в бассейне Волги И все они разгромлены, а там было прекрасное экологическое хозяйство Из 80 тысяч церквей России, 60 тысяч в бассейне Волги, все разгромлены Вот, далее, значит, разгромлены музеи, архивные архивы разгромлены Города находятся в тяжелейшем состоянии, я имею в виду малые города Им не выделяется ни ресурсов, им не выделяется ни финансовых, так сказать, вот, воспомоществования государства и так далее Все они находятся в очень тяжелом состоянии, население оттуда бежит Люди устали от такого безобразия на своей земле А взоры их по-прежнему натыкаются на заброшенные и разрушенные творения своих предков Вот в этой небольшой церкви было столько прекрасных произведений искусства Сколько не имеют не только областные, но и столичные музеи Посмотрите, соборный храм Улейменского монастыря 15 века под Угличем Приспособлен интернатом вот для таких целей В знаменитом Кашине Никольский Клобуков монастырь, основанный по преданию в 14 веке великим пастырем и наставником Дмитрия Донского, митрополитом Алексеем Долгое время использовался под свинарник, а в наши дни под скотобойню Рапо Десятки лет в Успенской обители города Кинишме размещается литейный цех, который довел ее до полного разорения А вот что осталось от Ярославской Толгской обители, основанной также в 14 веке Сначала ее разорил все тот же Волгострой, а в 37 году здесь обосновалась колония заключенных Полностью уничтожена величайшая святыня народа, Саровская Успенская пустынь, сиявшая девятью храмами во главе с Величественным Успенским собором Разорена любимая народом святыня, Серафим-Одивеевский монастырь Его Троицкий собор используется как склад стройматериалов А мы лицемерно вздыхаем и ищем истоки бездуховности современного человека А вот скажите, Фатия Яковлевич, программа комитета по спасению Волги предусматривает какое-то восстановление уже разрушенных, конечно, и вообще Возможно ли их восстановить памятников культуры, памятников архитектуры, которые, в общем, остались еще в этом бассейне Волги Которые еще не все застопили, не все разрушили Как вот в этом направлении? А если мы не восстановим памятники истории и культуры в бассейне Волги То теряется всякий смысл жизни в этом регионе Смысл жизни только тогда есть у человека, если сохраняется его вековая память Только ради этого он и живет Нужно всегда помнить, что всякое хозяйство, народное хозяйство Все, что человек в хозяйственном отношении делает на земле, он делает ради того, чтобы была красота на земле И чтобы сохранялись памятники истории и культуры Вот это главная цель жизни Мы растратили на уничтожение природы все свои ресурсы, все свои нравственные и физические силы И у нас не осталось ни рубля для того, чтобы создать новое культурное наследие За прошедшие десятилетия в стране фактически ничего не создало, ни одного красивого храма не построено, ни одного красивого города не построено и так далее То есть все шло на уничтожение природы, на раздувание гигантского аппарата, гигантских ведомств и так далее А цель жизни человека на земле, в том числе и в Волжском регионе, для создания красоты на земле Только на красивой земле может человек себя чувствовать свободным, осмысленным его жизнь становится и так далее Так вот, все, что натворил человек, все, что он творил для красоты на Волжской земле, в последние десятилетия было разгромлено И сейчас Волжская земля стоит в культурном отношении пустыней, самой настоящей И если мы не возродим культурное наследие, не приумножим, теряется смысл жизни Нам нечего жить на этой земле, вот и все Я уж не говорю о самой Волге, здесь 30% всей промышленной продукции страны вырабатывается в бассейне Волги И столько же сельскохозяйственной продукции Часть продукции вырабатывается только в бассейне Волги Основное, в основном, вот лен, например, он в основном вырабатывается в бассейне Волги И вот такое сосредоточение промышленной, сельскохозяйственной промышленной продукции Привело к тому, чтобы Волга уже не стала справляться со своими задачами И гибнет просто не подням и по часам Мы считаем, что если не предпринять срочных мер, то через 5 лет от Волги ничего не останется Будет такой кризис, с которым мы потом никогда не выйдем Но достаточно такой привести пример Из Волги можно забирать, из Волжского региона, можно забирать из 240 кубокилометров годового стока Можно забирать 10%, простите, 4-5%, то есть 10 кубокилометров воды Забираем уже 48 А планируем с помощью каналов, водоотведения для промышленности, ирригации забрать 70 кубокилометров Ну и ясно, что через 10 лет от Волги ничего не останется Будет трагедия, только более мощная, чем на Мударье и Сырдарье Во-вторых, в Волгу сейчас сбрасывается, наверное, около 12 10 это точно, а 12, по нашим подсчетам, сточных, неощущенных вод Чтобы их разбавить в 20-25 трасс, требуется весь годовой сток Волги То есть она превратилась в сточную каналу, вся Раньше Волга была питьевой, от Верховьев, от Твери, Ржевы и до самого Саратова Волга была питьевой рекой В любом месте можно было ведром, приигрышней, ладошкой взять и напиться воды, Волской Сейчас нигде не возьмешь, да это и запрещает, можно отравиться Конаковская гресс на берегах Иваньковского водоема Она выбрасывает ежегодно в окружающую среду сотни тысяч тонн окислов серы, азота, углерода Много пыли и сажи, убивая все живое на десятки километров вокруг себя Она забирает ежесуточно сотни тысяч кубических метров волжской воды Большая часть которой сбрасывается обратно в Волгу в нагретом состоянии Трудно себе даже представить, сколько гибнет здесь рыбной молоди, попадающей в водозаборные устройства Вот так выглядела Волжская вода около Конаковской гресс летом 1986 года Поверхность покрыта буроватой пеной и масляными пятнами На берегах и отмелях мертвая рыба Нет здесь ни рыбнадзора, ни водной инспекции Расточительной гидроэнергетики здесь оказалось мало Создали в дополнение к ней и расточительную, и экологически грязную теплоэнергетику Как писал Валентин Григорьевич Распутин, предисловик вашей книжки То расстройство малым, за расстройством малым следует катастрофа в большом То есть, в общем, расстройство в Волге неблагополучие в Волге Это неблагополучие всего нашего государства, всей нашей России Ну как, Волга, гигантский район, 136 миллионов гектаров Это площадь Франции, Италии, Испании вместе взят Это гигантский район, основной район нашего государства И от его благополучия зависит благополучие всей страны И поэтому здесь раньше всего началось разрушение природных, значит, структур Здесь раньше всего началось разрушение культурного наследия, разгром его И Волга оказалась к 80-м годам полностью разгромленная, полностью Это сейчас не экосистема, это антиэкосистема, не поддающаяся никакому контролю И каждый день идущая в сторону деградации А с Волги берут, например, другие регионы Понастроили на Волге тромбов Уничтожили Волгскую экологическую, стройную космическую систему Теперь перебросились на Оп, на Енисей, на Ангару перебросились На все реки, хотят сделать то же самое, что сделали с Волгой Вот и все Достаточно одну Волгскую систему вывести из строя, природную систему Вся страна гибнет А если мы добавим Днепр же в таком же состоянии, дом в таком же состоянии Значит, идет неосознанное убийство всей страны Ее природы и человечества, и людей Я это называю просто сумасшедшим, самым настоящим Распиная природу, человек распинает сам себя Потому что природа и человек одно и то же 50% сущностей человека находится в нем самом В его генетическом коде, в его соматической структуре А 50% находится в окружающей природе его сущности Он совершенно не раздельный Уничтожая природу, уничтожает сам себя На этих холмах, покрытых льдом, в устье реки Малоги стоял древний город Малога В 1238 году он был разорен Батыем Позже отстроен заново В 15 веке это центр Малогского княжества Куда Иван III перенес из города Холопьево огромную международную ярмарку От года к году, от века к веку Великолепие Малоги возрастало И стала она называться Ярославским градом Китежем Но в 1940 году большая часть чудо-града была взорвана Не успели полностью разрушить Богоявленский собор И он окончательно скрылся под водой только в 1946 году Бывший свидетель того погрома Малоги Николай Михайлович Новосельнов рассказывает Я не знаю, вы, конечно, не Малогжане, не представляете, что такое Малога Это стрелка двух рек Волга, вот делала вот такой она, Креуль, так? А здесь Малога впадала, и вот здесь был город Малога Вот по количеству домов это был пятый город Вслед за Ярославлем, Ростовом, Рыбинском и Обличем Жители Малоги гнали из родных домов так поспешно Что многие бросали имущество Каждый изгоняемый должен был сам сломать свой дом Перевести его на новое место И там заново построить В дождь, в снег, метель да мороз Существовал строжайший приказ начальника Волгостроя НКВД Выселить всех из зоны затопления в один год И уезжали Малогжане да угличане в чужие края Прихватив с собой кто что мог Вот так, на наспех сколоченных плотах Это не только фантазия художника Рисунки сделаны с уцелевших документальных фотографий По рассказам очевидцев Крестьяне деревни Холмец продолжали жить у родных очагов Даже тогда, когда стены их домов были раскатаны А было и вот такое Топили деревни с еще не потухшими очагами Земля страдалится Многие жители не покидали ее до тех пор Пока вода не поднялась под крыши их домов И тогда, сделав из них плоты И прихватив что можно Они отправлялись скитаться по России матушке Федор Чекулов Из той же деревни Холмец Перебравшись в баню, когда дом порушили Ушел живым под воду И только ли Чекулов Под этими льдами находятся 740 сел и деревень В окружении 60 тысяч гектаров пашин Садов и усадеб 116 тысяч гектаров сенокосов 240 тысяч гектаров леса И 18 тысяч гектаров ягодников Все волжские города должны быть восстановлены В прежнем виде Еще более улучшенным Вот как стоит вопрос Все, например, кафедральные соборы Всех волжских губерстных городов взорваны Вот стоял в Саратове Александроневский собор Где хранились знамена всех ополчений За протяжении всей истории Это ополчение 1812 года Это ополчение 1855 года Это русско-турецкой войны Ополченцев, знамена Вместе с знаменами Они были все утрачены А собор взорван И мы собираемся с этого народа Еще спросить что-то Чтоб он хозяйничал на этой земле хорошо Да не будет он на ней хозяйничать Если святыни уничтожены Он ради этих святынь жил Как это можно было уничтожать Собор Александра Невского Со знаменами ополчений Но это же преступление Которое никак нельзя Ничем нормальным языком выразить И так везде По всем градам и весен Куда ни приезжаешь Все святыни взорванные Как же этот народ собирается жить? И вот задача заключается в том Что восстановить эти все святыни Чтоб народ почувствовал Белосмысленная жизнь Тогда еще и перестройка пойдет по-другому Нужно восстановить Духовный организм народа А тогда к нему приложится Материальный механизм Которым мы занимаемся Мы занимаемся перестройкой Не с того конца Поэтому она и пробуксовывает Чуть-чуть только занимаемся Вот когда восстановим структуры Институты духовного организма Тогда заработает лучше Материальный механизм государства Они связаны между собой Конечно Поэтому задача комитета Входит в восстановление Культурного наследия Даже самой главной задачей Чем восстановление Природного наследия Август 1986 года Штормовой ветер На углическом водохранилище У города Калязьм Движение судов затруднено Холод и простуд Никогда этого не бывало на Волге Протекавшей в холмистых И лесистых берегах С созданием открытого водоема Частота и скорость ветров Возросли в 2-3 раза Неуютно и беспризорно Стало теперь в славном Калязине Можно только вспоминать Что здесь бывали Иван Грозный Алексей Михайлович Царь Петр со своими потешными По этой набережной С Никольским собором вдали Ходили творцы нашей культуры Пушкин Фанвизин Жуковский Салтыков-Щедрин Островский Ушинский и другие С 15 века сияла своей красотой И подвигами Хоронила драгоценные Исторические реликвии Калязинская Троицкая обитель Вместе с центром города Она составляла чудесный ансамбль Волжской архитектурной застройки В 1939 году Обитель была взорвана И затем одновременно С большей частью Калязина Затоплена В оставшемся городе Чудом уцелели Только десяток домов До нескольких храмов Как памятников прекрасного зодчества От центра города Осталась колокольня Уничтоженного Никольского собора Более 40 лет Размывает ее основание Воды вздыбленной Волги И она стоит Как вечный укор тем Кто совершал это преступление Мы теперь Волгу В таком прежнем виде Никогда не восстановим Вот в чем дело Понимаете в чем дело И я вот сейчас Значит работая В общественном комитете Спасения Волги Вижу еще Слабую инициативу Со стороны общественности Очень слабую Сейчас надо бить тревогу Потому что речь идет О жизни или смерти Буквально в десятилетии Никакое правительство Никакими хорошими решениями Не выправит сейчас положение Выходят десятки постановлений В том числе По Волге было много Ни одно из них Не было выполнено Народ был энерген К этому делу Понимаете в чем дело И только народ В состоянии Выправить положение Создавая Даже акционерное общество По спасению Волги Льтовой или другого региона Участок ситров Может спасти только народ Вплоть до митингов Выхода на улицы И с требованием Прекратить Несмотря на то Что Волжский регион Гибнет А на берегах Волги Продолжается строительство Огромное количество Промышленных предприятий Конечно Потому что Надо резче ставить вопрос Нельзя переостанавливать Нельзя На доработку отправлять А надо все это Останавливать Да конечно Часть заводов Просто нужно Десятки заводов Закрыть Потому что Их и технология устарела И продукция не нужна Зачем в Волгограде Строить Технологический завод По производству Базудина Ядохимиката Который отравляет Наши поля Зачем строить Астраханский Газоконденсатный завод По выработке серы Когда у нас Десятки Тысячи Десятки Сотни Тысячи Труб Выбрасывают Сотни Сотни тысяч Тон серы Улавливая ее И все Нет Строятся Специальные заводы Которые Подчеркнут Которые усилят Опасность для ситровых А там Тенгийский На очереди Комбинат Для чего Это делается В уникальном районе Строить Газоконденсатный Комбинат Спрашивается Государственный подход Или не государственный А почему Не спросили Министерство Нефтяной Химической промышленности Не спросило Народ Астраханский А согласны ли Там жить А что делать С атомной энергетикой Достаточно Было одного Чернобыля Достаточно Было Чтобы закрыть Всю атомную Энергетику Страна Всякая страна Которая строит Атомную энергетику Возводит Реакторы Страна Обреченная На вымирание Во-первых Огромное количество Ресурсов Требуется Во-вторых Некуда девать Радиоактивные Изотопы Они все летят В воздух Их более 500 Вот В-третьих Значит Что делать После того Как атомные станции 25-30 лет Отработают Надо их захоранивать Все Это нужно Гигантский Капиталовложение Во-вторых Атомные станции Имеют нулевое КПД Или близкое К нему Во-вторых Все время Висит Народ Находится В заложниках Все время Висит опасность Взрыва Взрывы Или значит Аварии И даже без аварий Атомные станции Это медленный Атомный взрыв Только растянутый Вот и все А количество Радиоактивных Азотопов Как говорил Покойный Академик Легасов Больше Чем при атомном взрыве От Твери По реке Тверце Через Торжок Уходил водный путь К Вышнему Волочку На водораздел С которого Стекали воды Тверцы Волчины Мологи Мсты И съежи Питающие Великую Волгу Да волхов Это один из самых Живописных уголков В России Им восторгались Все живописцы А Левитан Запечатлел его В своем полотне Никто из соотечественников Во все времена Даже в мыслях Не допускал Порушения Этой красоты Такие деятели Нашлись В наше время Они снесли На берегах Озера Удомля Знаменитую Часовню Над вечным покоем И стали Возводить На ее месте Храм Вечного Беспокойства Атомную Электростанцию Мощностью В 4 миллиона Киловатт Возведение Атомных станций В густонаселенных И жизненно важных Районах В исторических И культурных Центрах страны В верховьях Крупных речных Систем Недопустимое Дело Под угрозой Может оказаться Огромная территория Дренируемая Волгой Волховым И Невой Пока не поздно Надо отказаться От этой опасной Энергетической стройки Все здесь Испохаблено И изуродовано Озера Соединены каналом И скоро превратятся В отстойники Нагретых Загрязненных И радиоактивных Вод Которые распространятся По реке Волчине В Волгу А по реке Сьежем Мсту И далее В Волхов Стройка возводится Без элементарного Экологического Обоснования В 80 километрах От Костромы У села Барок Сооружается Также без элементарного Экологического Обоснования Еще одна Атомная электростанция Костромская На месте знаменитых Сосновых Боров Возводится Строительная база Городок Из современных Коробкообразных домов Роются котлованы Прямо на зеркале Грунтовых вод Прокладываются Дороги И линии Электропередач Кипит работа Строители Торопятся И никто Никто не спросил Жителей Сотен окрестных Сел и деревень Городов Костромы Ярославля Буя Галича Чухламы Солигалича Данилова Согласны ли они Иметь у себя Под боком Столь опасную Энергетическую установку А ведь Атомная энергетика Выбрасывает В окружающую среду Около 600 Опасных Радиоактивных Изотопов Только в нашей Стране За 1985 Год Она выбросила Третье В несколько раз Больше чем его Содержалось Во всей атмосфере Криптона В миллионы раз Больше чем его Находилось Во всей биосфере И наработала Цезия В десятки раз Больше чем его Сконцентрировано В земной коре И правы Американские И ученые Из ФРГ Что именно СПИД Возник от Радиоактивных Изотопов Стронция-90 Я убежден В том Что через Десяток лет Появятся Десятки Опасных Вирусов Которые Возникли В атомных Реакторах Значит СПОМа Или они Возникли От радиоактивного Облучения Выбрасываемых Радиоактивных Изотопов От которых Человеческий Организм Не будет Защищен Его иммунная Система То есть Атомная Энергетика Практически Ведет К гибели Всего Человечества Если она Даже будет Так называемой Мирной Давайте вернемся К Волге Вот то что я Раньше вам говорила Что надо Не только Приостанавливать Надо прекращать Какие то действия По последним По последним Данным Будет Остановлено Совершенно Строительство Волга Чиграя Или Волга Дон 2 Какие новости Последние Это задача На каких Эти средства Можно Расстратить Только с помощью Уничтожения Природы В частности Волги Волга Дон 2 Нужно Прекратить Волга Терешка Иловацкий Камышинский И другие Каналы Нужно Прекратить Их строительство Когда говорят Что Волга Чиграя Нужен Для того Чтобы напоить Не только Калмыкию Но и Восточную Часть Ставропольского Края Я всегда Отвечаю Что в Ставропольском Крае Сток воды С Кавказского Хребта Такой Высокий По обеспечению Ставропольский Край Стоит На одном Из первых Мест Для населения В стране Зачем же Мы с Волги За 3-9 земель За сотни Километров Гоним воду Когда сделать Несколько Небольших Плотин На Северном Склонникам У нас всегда Гигантомания Гигантомания Элементарный Гигант Там всего Нужно Каких-то Значит Там 100 100 Значит Миллионов Или 200 Миллионов Кубометров Чтобы поросить Восточную Часть Ставропольского Края Нет Гонится Канал Который Не дойдет Туда Он будет Просто Засолен Вот сейчас Прорыли 80 километров Волга Щеграя В грунтовые Соленой воды Уже его Заполнили Но что это За растрата денег А Волга Дон Два То же самое Такое Максималистское Было предложение В прессе Чтобы Расформировать Минводхоз И переименовать Миндорстрой Совершенно верно Совершенно верно Не только Минводхоз Нужно расформировать Я считаю Что в стране Должно быть Расформировано 70 процентов Ведомств Они работают Сами на себя Народу Ничего не дают Разрушая Природу В старой России До революции Было 9 ведомств Временное Правительство Имело 11 ведомств В Японии 6 В Соединенных Штатах Больше Десятка Зачем У нас В Москве Держать Более 100 ведомств А в целом По всем Республикам Их сотни Управленческий Аппарат Этих ведомств Только Этих ведомств Составляет 18 миллионов Человек Страна Нищая Она Издыхает Как говорится На последнем Истыхании И по продуктам И по жилищному Строительству И по дорожному И деревни Гибнут И дорог у нас нет Мы держим Гигантские Совершенные Министерства Никому не нужно Должна Должна быть Прямая Смычка Народа С производителями Тех или иных Промышленных Товаров Крестьянин Прямо Взаимодействует Или арендатор Прямо С заводом Точно так же Как город Народ Его Взаимодействует Прямо С производителем Вся остальная Прослойка Должна быть Уничтожена Ведь что же Значит такое 18 миллионов Управленческого Аппарата Это ведь Без сельскохозяйственного Управленческого Аппарата Без партийного Аппарата Без военного Аппарата Так посчитайте Сколько же у нас Бездельников в стране У нас всего аппарата А мы не можем Зарплату Людям прибавить Пятерку Не можем найти Как можно вообще Так жить Вот и все Требуется Реформа Народного Хозяйства Земельная Реформа Поэтому без Этих реформ Никакая Перестройка Не пойдет Нам предстоят Огромные Совершенные Задачи По реформам Нашего государства Особенно По восстановлению Нравственной Духовной Структуры Общества Не восстановим Ничего не будет В жизни человека На земле Существует Три закона Нравственных Первый закон Это благовение Перед Космической Или Значит Высшей жизнью Высшими Системами Куда входит Биосфера Земля И солнечная Система Благоведь Потому что Каждая живая Клетка Есть результат Напряженных Творческих Способностей Всей вселенной Потому что Жизни Все космичны Второй закон Нравственный Это Сострадание К равному Северу То есть Человек должен Сострадать К другому Человеческому Миру К другому Человеку К другому Народу Ко всем Народам Ко всем Человечеству И третий закон Это Всемирное Возпомоществование Минеральному Растительному Животному Царству Вот если Эти три Закона Будут Соблюдаться Тогда мир На земле Будет И благоустройство Ее Будет Более Полноценное Человеку 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 Светло-светлая И красноукрашенная Земля Русская Многими Красотами Дивиш ты Озерами Многими Дивиш ты Реками И источниками Местночтимыми Горами Крутыми Холмами Высокими Дубравыми Частыми Полями Дивными Зверями Различными Птицами Бесчисленными Бесчисленными Это стало правилом Чем громче Звучали Чем ярче Сияли Названия В промышленно-пропагандистских Фейерверках Чем больше На них Копоти Оказалось Последствий Стройки Коммунизма Превратились В душегубки Так Произошло В Магнитогорске Новокузнецке Ангарске Братске И многих Других Местах Ветераны Этих Строек Не догадавшиеся Свою пору эвакуироваться Имеющие ныне Возможность Наблюдать Как чахнут И в кашле Заходятся Их и внуки Должны сегодня Думать Тяжелую думу Наша экономика Столько сэкономила На природе Что пора бы Построить рай Но дело теперь Вероятно Затруднится тем Где На какой планете Найти для рая Чистое место Зеленая Зеленая Бережок По тебе Муреченький Миленький Дружок Помечтаем С речкою Белою Березою Стереньким Соловушкой Заквою Розовой Криваться Разрываются Сердце Попова Неужели Не забыться Маленьким Мечтам Чтобы Сохранился Сравушки Карбужок Без Амазута Черного Чистый Бережок Чтобы Мой Невежа Не Бубил Весок Что покрыл песчаный, голый бережок Веточку сломил один, веточку сломил другой Что осталось третьему притоптал ногой Милый мой, хороший мой, береги поляночку От моторных трескотней, от консервных баночек Милый мой, упрямый дим, вечерами был зимний Не включай под окнами радио приемники Для печушки серенькой, под ночными звездами Шкал радио музыки, как по сердцу ростами И не будет слышно, или стала бы я Улетит в столов, как в тихие края Как же это вышло, милый человек Что ты так безжалостно губишь белый свет Рубишь, который держит самого Береги природу макероза своего Травушка зеленая, зеленый бережок Посидим у реченики, миленький дружок Помечтаем с речкою, с белой березою С череньким столовушкой, с жарею розовой Девушки отдыхают... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...